зависит от размера фермуара поэтому начинаю я именно с обвязки застежки открываю фермуар и прокладываю столбики вокруг металлической основы здесь хочется сказать что у меня должно получиться одинаковое количество столбиков по одной половине и по второй половине тоже количество столбиков это держу на контроле крючок держу стационарно и накидываю нить на крючок ровно без перекрутов для того чтобы аккуратно обхватить заготовку стежок снова стежок и так далее по первой половине у меня получилось 50 кромочных петель значит по этой тоже самое если ваша пряжа толще соответственно петель у вас будет меньше при том же размере фермуара если пряжа тоньше вы просто обвязываете ручку очень компактно для того чтобы под обвязкой скрылась металлическая основа и считаете петли контролируйте чтобы их было одинаковое количество с обоих сторон у меня получилось ровно по 50 кромочных стежков соединительный стежок на изгибе я не считаю здесь уже укоротила нить и делаю соединение в первый стежок увожу и возвращаю в исходный наизнанку пока оставляю как есть впоследствии этот хвостик спрячется в полотно сумки откладываю фермуар в сторону перехожу к вязанию дна набрасываю нить на крючок край начала перед работой подхватываю рабочую нить и создаю первую петлю далее мне необходимо провязать 19 воздушных петель подхватываю нить и протягиваю в петлю на крючке не очень туго и не сильно свободно ровно по размерам крючка длина цепочки 15 сантиметров пропускаю первое звено переворачиваю цепочку на тыльную сторону вот первое звено вставляю крючок сразу во второе в заднюю перемычку провязываю столбик без накида таким образом я пропустила петлю подъема у меня 18 точек для провязывания в каждую точку провязываю столбик без накида до конца ряда у меня осталась последняя . так как вязать я буду по кругу вставляю крючок в эту точку и в нее провязываю 4 столбика без накида для поворота на противоположную сторону второй 3 4 я оказываюсь на противоположной стороне теперь крючок буду вставлять в противоположную точку зеркальной стороны то есть здесь столбик выходил из этой точки эту же точку и прокалываю получается за две дужки кромочной косы также вяжу столбики без накида в каждую точку до конца ряда край начала ввязывается в полотно для того чтобы впоследствии не прятать его у меня остается также последняя . для провязывания но я помню что на повороте мне нужно сделать тоже 4 добавления в последнюю точку я делаю первое добавление провязываю в нее 2 столбика без накида далее нахожу точку подъема прокалываю его в нее провязываю тоже 2 столбика без накида чтобы завершить поворот мне нужно сделать еще два добавления первое добавление будет 3 столбик в эту же точку и последнее добавление это за обе дужки кромочной косы уже совершив поворот я провязываю тоже 2 столбика в одну точку проверяю себя первая добавка вторая третья четвертая здесь у меня в одну точку провязана сразу три столбика это два добавления теперь перехожу на вязание по спирали не соединяю ряды а продолжаю вязать столбики без накида за обе дужки кромочной косы на каждом повороте в каждом ряду мне нужно сделать 4 добавки продолжаю до поворота далее объясню схему добавлений во втором ряду нахожу на повороте четыре центральные точки 1 2 3 4 маркирую поворот по этой стороне тоже самое поправляю полотно так чтобы обозначить четыре центральные точки 1 2 3 4 здесь небольшое смещение ничего страшного и продолжаю вязать удаляю маркер в каждую следующую точку по повороту провязываю 2 столбика без накида 1 2 тоже 2 столбика в одну точку 3 2 столбика и последняя четвертая два столбика таким образом на повороте у меня 8 столбиков завершаю ряд здесь провязываю точно такие же зеркальные добавления и второй ряд завершён маркирую точки для добавления в следующем ряду в этом ряду они придутся на точке между добавлениями прошлого ряда 1 2 3 4 проверяю они маркированы ровно по повороту здесь делаю то же самое 1 2 3 4 вяжу ряд делая 4 добавления на этом повороте в намеченных точках и на этом завершился третий ряд со следующего ряда я буду делать добавление так чтобы они не попадали на добавление прошлого ряда в каждом ряду расстояние между добавками увеличивается на 1 столбик если первый ряд был подряд потом через один столбик следующий через два намечаю первую точку чтобы она не попала между добавкой прошлого ряда то есть немножко раньше следующая получается раньше следующего добавления еще одна здесь через 123 столбика и последняя точно также перед добавкой прошлого ряда здесь намечаю точно также перед добавлением следующее третье и четвертое важно в каждом ряду переставлять маркеры чтобы они не сдвигались в одну сторону то есть следующий раз я буду вставлять маркер не справа от добавки а слева контролирую чтобы на каждом повороте было четыре добавки так вижу ряд за рядом контролирую количество петель в круг мне нужно будет остановиться провязывать добавление в тот момент когда в круг у меня будет количество петель равное количеству петель обвязки фирмуара напомню у меня 50 кромочных точек с одной 50 кромочных точек с другой стороны у меня завершается 9 ряд сейчас размер моего донышко 28 сантиметров по длинной стороне и 13 сантиметров по короткой стороне на этом повороте я сделала только три добавления так как уже достигла количество 100 петель в круг завершаю ряд столбиками без накида и продолжаю вязать все последующие ряды без добавлений еще раз повторюсь если у вас другая пряжа или плотность вязания ваше количество петель в круг может отличаться оно должно быть равно количеству петель после обвязки фирмуара для того чтобы ваша застежка идеально подошла к вашей сумочке также я оставляю ссылку на вязание планирования овального дна для вас в описании и в закреплю здесь так как овал может быть любой формы на ваш выбор как ее спланировать есть в этом видео продолжаю вязать ряд за рядом без добавлений и без убавлений контролирую натяжение нити чтобы плотность вязания соответствовала плотности обвязки у меня заканчивается 15 ряд по стенкам ряды я отсчитывала от последнего добавления для удобства в него вставила маркер глубина изделия на данном этапе 11 сантиметров также по последнему ряду я маркировала 2 равно удаленные точки между маркерами сорок девять петель маркер в пятидесятую точку с этой стороны тоже самое сорок девять петель маркер в пятидесятую точку повторюсь что количество петель может отличаться эту точку я определила относительно первого ряда ряда набора петель поднялась по рядам вставила маркер вторую точку можно просто просчитать и так на этом этапе я определяю лицо своего изделия это будет лицевая гладь или изнаночная для себя я решила вывернуть свою заготовку чтобы лицом были изнаночные петли но для вас добавляю фото изделия с лицевой гладью на лице здесь обращаюсь к своему фермуару напомню по фермуару у меня 50 петель с одной стороны 50 петель с другой стороны переходная петля не учтена прикладываю фермуар как бы немножко внутрь ввожу рабочую нить наизнанку подхватываю рабочую петлю удаляю маркер вставляю крючок маркированную точку первая кромочная коса и вставляю крючок в первую точку по фермуару нет не затрагиваю переходную петлю возле металлической части а в следующую справа подхватываю рабочую нить и вывожу первую петлю сшивания деталей на лицо далее вставляю крючок поочередно сначала в полотном далее соответствующую точку по фермуару вывожу петлю и провязываю соединительную и так 50 точек до следующего маркера я подхожу к следующей маркированной точки последняя соединительная по правой части фермуара удаляю маркер здесь я пропускаю переходную точку возле металлической части а по полотну не пропускаю никакую точку то есть следующую точку и через одну по фермуару вставляю крючок и провязываю соединительную завершаю ряд сшивания деталей у меня последняя . вставляю крючок по полотну по застежке и вытягиваю укороченную нить полностью здесь делаю соединение с первым стежком сшивания двух деталей увожу нить под обе дужки и возвращаю в исходную точку наизнанку таким образом наизнанке у меня уже оказывается две нити нить окончания обвязки и фермуара и нить окончания работы оба конца прячу по изнанке уводя их в полотно моя сумка готова прекрасно держит форму каркасная и плотная на изделие в моем размере ушло полтора матка пряжи 300 грамм шнура карамель дольче можно легко моделировать форму такое изделие украсит не только праздничный но и повседневный образ обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки будет много интересных видео всем пока